За годы существования 9-й городской больницы здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Всё оборудование морально устарело. Этот рентген-кабинет несёт самую большую нагрузку на себе по той простой причине, что он обслуживает, кроме всего прочего, и травмпункт, и работает в круглосуточном режиме. Приёмное отделение? Да, да. Поэтому, конечно, хотелось бы сюда что-то более современное. Травматологическое отделение – одно из самых больших в медучреждении. На сегодня здесь проходит лечение несколько сотен запорожцев. Оборудование, конечно, хотелось бы лучше, но это из наших реалий. Всё, что необходимо для оказания помощи – операционные лампы, инструментарий, сухожировые шкафы. Всё постоянно готово. Ну и хирург, и хирург, и бригада, и бригада, которая постоянно оказывает помощь. Это святая святых отделение травматологии – операционный блок. Силами комбината «Запорожсталь» в прошлом году удалось обновить оборудование. Был приобретён современный операционный стол. Сделали специальную укладку. Операция идёт и быстрее, и удобнее, и более профессиональная операция. Потому что не используется уже труд интерна, используется сила и тяга ортопедического стола. Я считаю, что любой работник любого предприятия, как и вашего учреждения, он, прежде всего, является жителем нашего города. Поэтому, знаете, как есть девиз – сделаем город в лучшем месте. На встрече с трудовым коллективом больницы Владимир Буряк представил медицинскую городскую программу по благоустройству лечебных учреждений областного центра. Каждое отделение может принять участие в конкурсе на лучший проект. В приоритете врачей – модернизация оборудования и проведение ремонтных работ в отделении. В проекте участвовать будем обязательно. Хочется довести отделение до идеального состояния. Запорожсталь неоднократно помогала уже нам. Были закупки инструментов, лапароскопического оборудования. Знаю, в травматологию покупали операционный стол. То есть чувствуем постоянную помощь. Сегодня мы все понимаем, что медицина финансируется по остаточному принципу. Поэтому комбинат Запоросталь и я лично решили внедрить в нашем городе медицинскую программу помощи тем небольшим проблемам, которые все-таки существуют. Мы не заменим власть на сегодня, но помочь медицине мы должны. На такую помощь в больнице очень рассчитывают. Сейчас нуждаются в срочной замене дыхательной аппаратуры и обновлении рентген-оборудования. В течение 10 дней пообещали медики, они подготовят свои проекты для участия в конкурсе. Победители определят сами врачи на экспертном совете во главе с руководителем больницы. Ирина Погоренная, Сергей Чалый, ТВ5.